19 октября 2024 год. В комментариях все чаще и чаще попадается такая категория людей с вопросами, которые мне просто выносят мозг. То есть я пытаюсь в этих видео приободрить украинцев, показать, что все нормально, идем, может не так быстро, как хочется, но туда, куда нужно, бьем врагов и так далее. И говорю, допустим, за год от России продвинулась на 35 километров по 2000-километровому фронту, за это время потеряла 400 тысяч убитыми и ранеными. А мне в комментариях, и не только в комментариях, люди говорят, так и наши штука погибли. Так вот, ребята, я вам пытаюсь объяснить, ну как-то на примере просто, насколько нелепо ваши такие замечания звучат. Вот в моей голове, я просто не понимаю. Смотрите, 5 месяцев назад, там, 14 мая 2024 года, я написал целую, блин, нафиг рассказку, блин, про 10 ухилянтов. Что кто-то, кто как находит, отмазывается для того, чтобы не воевать за свой дом, за свою страну, да? То есть сейчас просто в продолжении, наверное, будет это звучать. То есть смотрите, напомню про этих ухилянтов. 10 друзей Оушена, блин. Я говорю, что представьте, что Украина, это вот, это страна там наша, да? Да, и вот, это как 9-этажный дом, вот я там живу на каком-то этаже. И тут сверху на меня начинают, ну там, в том примере это было, говно российское лезет. Просто, блин, прорвало там трубу с севера, с Российской Федерации, и лезет говно, это затопляет. Ну, сейчас, чтобы нагляднее было, представьте, что с Россией на нас поперли крысы. Просто полчища крыс, да, там, вот они лезут, лезут и лезут. Как себя ведут ваши соседи? Один только про крыс, там, в писках услышал, его сдуло, блин, со своей квартиры, с подъезда, вообще не знает никто, где он шел. Зал такой, говорит, да я вот там в подъезде, там, в этом доме, там, ко мне никогда нормально не относились, ничего хорошего, он мне этот дом не делал, блин, нафиг я не буду ничего с этими крысами делать, тоже зал свалился, рулил. Третий говорит такой, а что, я рыжий, что ли, блин, что, я буду за это с крысами воевать, мне оно не надо, он есть депутат, он есть там еще какие-то. Четвертый говорит, а что я буду, блин, нафиг с этими крысами бороться в своем подъезде, если у нас управдом, блин, которого мы выбрали, ворюга. Ну, хрен его знает, ну, вот как-то у человека, ну, есть такие люди, правда, которые, я не знаю, может, управдом и ворюга, а может, не ворюга, там, кого выбрали, блин, кто-то выбирал же, да, такого. То есть, как бы, ну, как это связано с тем, что на тебя сейчас лезут полчища крыс, а то семью, а то хату, блин, ну, ладно, все. Пятый там говорит такой, да, в принципе, блин, это не надо ничего с крысами воевать, наши все равно квартиры давно проданы, там, Монсанти, блин, каким-то этим самым, блин, там, и всему остальному, так что это все бесполезно. Третий говорит, блин, нафиг, а чего, блин, нафиг я буду крыс убирать ради своего управдома? Какой управдом? Причем здесь управдом? Это твой подъезд, а почему не ради своего соседа, да? Следующий говорит, ну, а что, блин, мне, в принципе, до 91-го года и с крысами нормально жилось. Нормально-то, он не понимает эффекта выжившего, да, ошибки выжившего, что он просто дожил, не попал, там, никакой сам дармог, блин, никакой там домслово, блин, просто так повезло, блин, в этот раз он далеко не обязательно переживет нашествие крыс, да? Один еще говорит, а я буду, наверное, не защищать от крыс, а буду стоять и рассказывать, видео снимать, блин, по поводу того, как удобно, как классно и правильно жить без крыс, как надо с ними бороться, эффективно и так далее. Понимаете, то есть, как бы, а крысы лезут, лезут и лезут. И как бы находятся люди, которые просто начинают все-таки с этими крысами воевать, нафиг, пытаются что-то сделать. И вот тут, как бы, блин, включается уже такая фигня, которая, ну, мне просто совершенно уже, блин, непонятно. То есть, я говорю, смотрите, ну, я воюю, да, с этими крысами, пытаюсь его хату защитить, вот, ну, никого нет, все разбежались там, ну, там, не только я там. Мы стоим, боремся с этими крысами и пытаемся преободрить наших средств, и я говорю, пацаны, мужики, женщины, смотрите, мы уже перебили там миллион крыс. На что я слышу? Так он, Иваныча ж сожрались-то, синий квартир. Посчитай, сколько там у Иваныча там это самое, а сколько у Петровича там он ногу отгрызли, ты этого не считаешь? Что ты крыс считаешь? Ты посчитаешь? Вы что, блин, дебилы, блин, нафиг? При чем нафиг Иваныч, нафиг? Если мы сейчас этих крыс, я вас пытаюсь преободрить, что мы уже облегчили задачу, блин, уже очистили там. Пол подъезда, блин, от этих крыс, понимаете? Я вам это показываю, а вы мне говорите, что крысы сожрали Иваныча. Ну, давайте все бросим, они всех нас сожрут, блин, нафиг. Просто, блин, ну, о чем вы говорите? Есть еще какая-то категория людей, которые начинают рассказывать о том, что, блин, я говорю, блин, наконец-то дали там какую-то помощь, западное вооружение, там это самое. Так это ж теперь все по нашим городам полетит. Это, блин, просто мне мозг выносит. То есть это как бы, ну, в этой ситуации, как будто, я говорю, отлично, нам тут яд для крыс подсыпали соседи с соседнего дома. Ну, хоть чуть-чуть, хоть пару жменек. А он мне говорит, блин, так это ж ты в мою хату высыпешь сейчас, там же сейчас, там же сейчас обои от этих дохлых крыс попортятся. Там же моя еще морская свинка живет, и она может, не дай бог, что съесть, блин, нафиг, если все скончат. Ты, блин, ты, о чем ты говоришь? Тебя жрут крысы, блин, понимаешь? Твою хату захватывают крысы. Если ты этого не остановишь, блин, нафиг, то будет сожрано все этими крысами. Ты сам превратишься в корм для крыс. А ты мне рассказываешь о том, что, блин, нафиг, вот Ивановича ногу отгрызли. Ну, если ты не остановишь, этих тварей, блин, они сожрут все здесь, понимаете? Будет здесь крысиный король, вот этот плешивый, который в своей книге даже про крыс писал, да, как крыса на него кинулась. Видать, покусал, он сам в крысу превратился. Моль, это плешивая превратилась в крысу. То есть, я не понимаю, на что вы рассчитываете? Ну, если вы не сбежали, конечно, из страны, то мне это, ну, то есть, кто-то, понятно, что дреснул, как этот первый сосед, и все. То есть, как у вас в голове умещается то, что, блин, нафиг, мы говорим о том, что мы половину крыс уже перебили, а вы, они сейчас начали уже северокорейских крыс к себе звать, просто потому что они по 3 миллиона платят за то, чтобы нанять крысу и пойти в наш подъезд. Настолько мы уже этих крыс зашогали, да, в Белгородской области 3 миллиона платят за то, что, блин, подписал контракт, пошел, попытался убить украинцев, да. Я пытаюсь об этом рассказывать, а мне, блин, а сколько наших погибло, сколько, да, блин, нафиг, а если мы не перебьем этих крыс, все погибнем, блин, нафиг, или превратимся в крыс, в этот корм, понимаете, с этой сраной русской культурой, с этими Достоевскими, Пушкиными этими сраными, которые как-то все время доводят до ГУЛАГа, блин, нафиг, до Голодомора, до одного, до второго, понимаете, до каких-то, блин, просто, это вырожденцы, это не культура, это не надо, блин, нафиг, ни народа этого не надо здесь у нас, как они там сами друг с другом себя на бутылке сажают, что они там делают, понимаете, это сплошная буча будет там у них, в Рашистской Федерации, это и дело, наша сейчас задача, блин, чтобы это не было в Украине у нас, понятно, и, блин, нафиг, каким жертвами это обойдется, конечно, хотелось бы, чтобы Иваныча, ну, осталось бы, чтобы Петрович живой остался, но, блин, уж как получается, ребятки, попытайтесь как-то поучаствовать в тем, чтобы перебить эту крысятую, блин, нафиг, сраною, блин, Рашистскую Федерацию, все будет Украина не переймать.